2020 год в которой находится и Азербайджан. Уже наблюдаются изменения геополитического баланса и формирования новых реалий. Сегодня на эту тему более подробно мы поговорим с политическим обозревателем Мурадом Сададдиновым. Мурад Малим, добро пожаловать. Добрый день. Мурад Малим, как вы думаете, в чем были главные причины недавних геополитических движений в Афганистане и на Южном Кавказе? Есть ли какая-то связь между этими двумя событиями? Я думаю, что прямой связи искать между Афганистаном и Азербайджаном, непосредственно которая повлияла именно на эти геополитические изменения, нету, исходя из моего мнения. Но существуют определенные связи и возможные проекты, которые в будущем приблизили бы такие регионы, как Афганистан и Южный Кавказ. Если мы будем анализировать, какие проекты предусматривались для развития этих регионов, для улучшения их взаимоотношений, расширения контактов, то вспоминается один проект, над которым работали несколько лет тому назад, который назывался «Лазуритовый коридор». Если вы помните, это была одна из частей, вот этого великого шокового пути и одним из направлений тех коммуникационных проектов, которые Азербайджан реализует на Средней Азии, со странами Востока и так далее. Вот этот «Лазуритовый коридор» предусматривал соединение железными дорогами Афганистана через территорию Туркмении с выходом на Каспийское море, на наш порт Актау, и дальше он подключался к Баку-Тибилиси-Джейхан, соответствующим последствиям он мог выходить на просторы Европы. Это был очень важный, конечно же, проект, но, к сожалению, внутриполитические изменения в Афганистане на сегодняшний день, нестабильная ситуация сегодня, внутренняя ситуация в Афганистане, приостановили деятельность этой работы. Но этот проект заработал в исполнении дорожным, то есть автомобильным транспортом были уже определенные работы в этом направлении. Но если посмотреть в общем геополитическом изменения, которые произошли в Афганистане и в Азербайджане, я не думаю, что они схожи и причины одинаковые. Дело в том, что Карабахский конфликт, он имеет свою долгую историю, с чем это связано, я думаю, что мы об этом поговорим. Какие изменения в балансе сил произошли и происходят в нашем регионе после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне? Речь идет о балансе сил ключевых игроков России, Турции, Ирана и Запада. В частности, я имею в виду Францию. И как вы считаете, мы сегодня имеем дело с ситуацией в инвен полосе, когда каждый игрок получает выводы от регионального сотрудничества? Да, вот вы в начале передачи сказали, что произошли серьезные геополитические изменения на Южном Кавказе. Я в своих выступлениях иногда это называю геополитической революцией. И эту революцию в регионе произвел Азербайджан. Значит, Карабахский конфликт, он уже более 30 лет являлся одним из главных причин, который не давал развитию региона на Южном Кавказе. Мы знаем, что Азербайджан, несмотря на то, что обладает большими нефтяными запасами, Азербайджан являлся одним из ключевых фигур, одним из ключевых стран в регионе, которая усиленно развивала коммуникационную стратегию в этом регионе. И мы знаем, что и такие проекты, как Баку-Тибилиси Чайхан, железнодорожный проект у нас в Баку-Тибилиси, газовые наши проекты. Это все коммуникационного рода проекты. Но вот Карабахская проблема нам мешала. Мородмай, вот сказали, была подписана Шушинская декларация между Азербайджаном и Турцией и о союзничестве двух государств. И плюс, как вы знаете, в сентябре текущего года впервые состоялись военные учения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном. Кроме того, мы сегодня наблюдаем серьезные тенденции по сближению Турции с Узбекистаном в разных направлениях. Это и транспорты, это и военные учения в том числе. Вот как вы думаете, в каком направлении, на ваш взгляд, можно ожидать изменений на Южном Кавказе и в Центральной Азии на новом этапе? Каковы политические и военные перспективы этих союзов, которые формируются со стороны Турции? Здесь нужно отметить очень важный фактор. Особенно он стал более интересным по завершению 44-дневной войны. Это объединение туркских государств. Если вы знаете, до начала войны страны Азербайджан, Турция и страны Средней Азии, туркоязычные, объединились в организации так называемых туркоязычных стран. Многие из этих стран имеют различного рода проблемы у себя в стране, сталкиваются с различными родными вызовами в области безопасности, экономики и так далее. И, конечно же, они ищут поддержку в различных международных организациях. Вот результаты 44-дневной войны стали большим и очень хорошим примером для них, как сотрудничество Азербайджана и Турции помогло решению такого сложного геополитической проблемы, как Нагорно-Карабахская проблема. Туркоязычные страны увидели, что благодаря сотрудничеству двух туркских государств можно решить такого рода серьезные проблемы. И после этого мы увидели следующий шаг. Эта организация уже превратилась в стран тюркских стран. Эта организация уже создает свои институты. И в рамках этой организации сотрудничество не только в гуманитарно-культурных, экономических направлениях. Уже идут разговоры и о сотрудничестве в области безопасности. Как вы сказали, что идут учения между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией. Сегодня идут военные учения, подготовка многих туркских стран в области безопасности проводят турецкие инструктора. Мы знаем, что многие туркские страны, Киргизия, Туркмения, уже закупили всем известные байрактары, которые показали себя с лучшей стороны во время 44-дневной войны. Сегодня, после развала Советского Союза, в мире была сформирована однополявная система управления, где доминировали Соединенные Штаты Америки. Но на сегодняшний день мы видим, что влияние Соединенных Штатов Америки в этих регионах с каждым днем падает. И поэтому все региональные игроки стараются для обеспечения своей безопасности искать контакты друг между другом. И платформа туркских государств очень перспективна в их глазах. Поэтому перспективы здесь большие. И одним из результатов этого тоже скажу, что сегодня мы знаем, что в Средней Азии богато различными родами природных ресурсов. Если мы возьмем Туркменистан, то Туркменистан обладает четвертым в мире запасами газа. Если мы возьмем соседний Иран, то он обладает в мире вторыми запасами газа по размеру. А кто является основным покупателем газа? Это Европа, Европейский Союз. А кто может эти газовые запасы создать возможность, доставить эти газы в Европу? Этим обладают только правом две страны, Турция и Азербайджан. Сегодня мы обладаем всеми возможными для этого газовыми коммуникациями. И вот первый шаг, который мы увидели, что первый шаг в том, что туркменский газ через Иран будет поставляться в Азербайджан. Правда, это объемы небольшие. Но в будущем это тоже одно из главных направлений экономического развития туркских стран. Но доставлять такое количество газа в Европу, это, конечно, увеличит стратегическую важность наших туркских стран. В том числе, конечно же, важность Азербайджана как моста между Турцией и туркскими странами. Таким образом, можно констатировать, что новая реальность, сложившаяся в регионе Южного Кавказа по итогам Второй Карабахской войны, это результат многолетнего упорного труда и взаимодействия Азербайджана и Турции. Налицо усиление и расширение связей наших двух государств с странами тюркского мира. Эта тенденция продолжает нарастать и, думается, будет сохраняться еще очень долго. Кроме того, в скором времени мы станем свидетелями реализации крупных региональных проектов, нацеленных на укрепление связей между странами региона, которые еще больше сблизят Турцию и Азербайджан с государствами Центральной Азии. Нашим странам предстоит сделать еще очень многое. Будьте здоровы, до скорой встречи!